Грех Нужно понять, что такое грех. К сожалению, часто в этом опросе видно очень большое непонимание. Многие считают, что грех есть нечто иное, как нарушение того слова или указа, или закона, который издал Бог. Сказал Бог. Вот нельзя, и всё. Вот так. И всё. Ничего подобного. Это глубокая ошибка. Ошибка, которая коренится в языческом сознании. Там именно грех так и понималось. Божество сказало, и не смей нарушить. А что такое нарушить закон божества? Всё равно нарушить закон царский. Ты за это будешь казнён. Христианство, говорят, совсем предлагает другое понимание греха. Что же оно говорит? Апостолиан Богослов пишет, ну, по-гречески не буду говорить, грех есть беззаконие, нарушение закона. Какого? Интересно. Грех – это делать не то, что соответствует твоей природе. Например, хотя бы. Моей природе соответствует дышать воздухом, а я хочу дышать водой. Захлебнулся человек. Говорят, утонул. Нельзя ему дышать водой. Почему? Ну, такова твоя природа. Вот в отношении тела мы это очень хорошо понимаем. Очень хорошо понимаем, что нельзя вместо хлеба глотать камни. Прекрасно понимаем. Вместо воды пить кислоту, какую-то соляную. Это мы всё прекрасно понимаем. Ну, глупенькие, но поймите, что надо же немножко подняться от тела к душе. Так, давай теперь о душе-то поговорим. Оказывается, и душа имеет тоже свои свойства. И здесь мы должны смотреть, что же соответствует ей, её законам, её бытия. А что противоестественно, заповеди Господние и объясняют человеку, что есть добро, а что есть зло. Все заповеди Божии являются ничем иным, как только предупреждением человека. Человек! Человек, дыши воздухом, а не водой. Ешь хлеб, а не грызи камни. Ты погибнешь, если ты не будешь делать вот то, что тебе... Ты погибнешь. Почему? Не я тебя накажу, а ты поступаешь против своего естества, то есть против своей природы. Грех, оказывается, это что такое есть? Это противоестественное деяние. Грех. Это есть противоестественное. Естественное, понятно? То есть природа человека. По-гречески это всё физис природы, естество, природа. Так вот, нельзя поступать. Тебе нельзя. Вот я тебя предупреждаю. И предупреждает, говорит, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и прочие всякие вещи. Не осуждай, не причиняй другому зла. Напротив, поступай так, как ты и хотел, чтобы поступали по отношению к тебе. Тебе будет благо. Грех, оказывается, это та рана, которую наносит человек сам себе этим противоестественным деянием. А когда я себя режу, я и страдаю. Когда я прыгаю с какого-то этажа, вместо того, чтобы сходить по лестнице, то я себя и наказал, поломал руки, ноги. Вот, оказывается, грех. Грех – это противоестественное деяние. Вот в каком смысле грех есть беззаконие, о котором пишет апостол Иоанн Богослов. Вот, оказывается, что такое грех. А не нарушение какого-то изданного вдруг Богом закона, за который он накажет. Марк Подвижник преподобный прямо пишет и говорит, что воздаяние воздаяние человеку происходит не в силу того, что Бог каждый раз наказывает человека за грехи, а в силу того, что он, человек, нарушает законы своей природы и, он говорит слово, естественно страдает по этому. Ну, конечно, когда вместо воды кислоту начинает пить. Естественно страдает. Когда начинает пьянствовать, естественно страдает. Что? Бог наказывает. Правда, цирроз печени – это Бог посылает, что ли, пьяницы? Да нет! Нельзя, голубчик! Вот в чём причина! Вот, оказывается, что такое грех. Видите, вот христианство открыло эту великую истину. Какую? Что заповеди Божии – это есть предупреждение Бога человеку не делать то, что вредит ему. Предупреждение, а вовсе не какой-то спущенный сверху закон, за который Бог его накажет. Да не Бог тебя накажет, а ты сам себя наказываешь, когда он начинает глотать камни вместо хлеба. Вот всё такое грех! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok